Сегодня этот спортивный зал в маленьком городке Шуазил-Эруа под Парижем стал временным приютом для цыган. Их здесь около 70, примерно треть – дети. Этих людей привезли сюда в рамках правительственной кампании по борьбе с цыганскими кочевыми поселениями. Многие из них выходцы из Румынии. Теперь их ждёт депортация обратно в Бухарест. «Мне очень трудно возвращаться в Румынию. Если полиция отправит меня в Румынию, я сразу же вернусь обратно во Францию. Потому что здесь очень хорошо и детям, и мне самой». Эти цыгане говорят, что большинство из них живёт во Франции уже много лет. Их дети родились здесь. Но власти планируют выслать их из страны в принудительном порядке, предлагая 300 евро и билет до Румынии. Родика отказалась брать деньги. Говорит, если депортирует, тоже сразу вернётся обратно, поскольку хочет лучшего будущего для своих детей. «Здесь я могу их прокормить, могу заботиться о них. Многие французы также заботятся о моих детях. Совсем не так, как в Румынии. В Румынии не дадут даже стакана воды. А во Франции некоторые магазины и еду дают бесплатно». В прошлом месяце Николя Саркази в рамках мер по борьбе с преступностью приказал закрыть по всей стране 300 нелегальных кочевых лагерей цыган. Около 50 уже закрыты. В ближайшие недели из страны планируют депортировать ещё 700 цыган. Соучредитель группы поддержки цыган Европы Малик Салимкур раскритиковал правительство и сказал, что оно создаёт искусственную проблему. Цыганская община во Франции насчитывает всего 15 тысяч человек. Это намного меньше, чем в Испании и Италии, где их численность доходит до сотен тысяч. «Этих людей, поскольку они живут в кочевых поселениях и в суровых условиях, рассматривают как преступников и превратили в козлов отпущения общественной безопасности. Они думают, что, высылая их из страны, принимают эффективные меры. Но эти люди — граждане Европы. Они имеют право вернуться во Францию». Министр иностранных дел Румынии Теодор Баконский уже высказал опасения в отношении высылок и упомянул о рисках популистских провокаций.